Здравствуйте, с вами программа «Краски жизни» и я, Мария Читаева, в гостях у Кати Сафро. Писатель, иллюстратор, лауреат нескольких премий. Здравствуй, Катя. Здравствуй, Маша. Катя, я читала в нескольких интервью, что ты с детства писала и рисовала. Но почему-то, когда стала взрослой, выбрала совершенно другую профессию. Ну да, я рисовала и сочиняла истории. Но профессия архитектора, на самом деле, она тоже очень творческая. И как-то так получилось, что я поехала поступать в Великий Новгород. Поступила сразу на два отделения. Первое было дизайн костюма, а второе дизайн архитектурной среды. Ну и моя мама, которая закройщик верхнего платья по образованию и работала в этой области очень долго. Она сразу сказала, нет, одного дизайнера одежды нам уже дома хватит, поэтому давай дизайн архитектурной среды. Ну и мне это казалось чем-то таким серьёзным, поэтому я решила попробовать. Ну а потом получилось, что всё немножко поменялось. А как ты решилась поменять в итоге профессию архитектора на свою мечту? Можно так сказать. Как ты к этому пришла? Я читала, что на работе была коллега, которая фонтанировала идеями. Да, ты, получается, воплощала её идеи. Не это ли послужило поводом задуматься, что хочется своё? Ну, на самом деле, когда просто работаешь и воплощаешь идеи чужие или свои, задумываться особо некогда. Ну, когда свои, это просто приятнее. Вот, ну просто в какой-то момент я вдруг поняла, что у меня всегда была надежда, что я всё-таки буду иллюстрировать детские книжки, например, после работы. Но в какой-то момент я поняла, что эта мечта никогда не случится именно со мной. Потому что я человек, который работает допоздна, вот, я прихожу домой, что-то ещё делаю немножко по дому, и потом я просто не хочу иллюстрировать детские книжки, и всё. Я просто хочу спать или посмотреть кино, или сходить в гости. Ну, всё, что угодно, кроме детских книжек. Ну, и тут я подумала, что, наверное, надо что-то поменять. И очень хорошим таким толчком послужил мой отъезд вместе с моим экс-супругом Денисом в кругосветное путешествие. Мы решили в него поехать. И это был тот шаг, который, наверное, помог мне изменить привычный образ жизни и перестать бояться того, что вот я как же 6 лет училась на архитектора, потом 14 лет я работала, то есть я отдала этой профессии 20 лет, и потом раз, и всё. Ну, как бы, нахожусь опять на нуле на каком-то. Ну, после путешествия мне уже это не было так страшно. А долго вы путешествовали? Мы путешествовали 11 месяцев, и на 12-й месяц я поехала на Эльбрус, уже одна. Ну, я поехала в составе определённой группы. Группа съехалась со всей России, это были только мужчины. И просто был уже ноябрь, а в ноябре, как бы, вроде уже не очень прикольно подниматься на Эльбрус. Вот, и, в общем, в составе этой экспедиции вот я взошла на гору с помощью гидов уже. Ну, то есть это так было, не так, как мы путешествовали. Мы путешествовали сами собой самостоятельно. Вот, и вернулась, и, соответственно, вот на этом путешествие закончилось, после того, как я вернулась с Эльбруса. Оно заняло фактически год жизни. А ты вела какие-то заметки? Произошли какие-то инсайты во время? Это очень интересно, на самом деле, по поводу заметок вопрос. У меня после путешествия осталось 6 дневников. Я записывала каждый день своего путешествия. 6 тетрадей, достаточно толстых. И они до сих пор ждут своего часа. Я собираюсь их просто перепечатать. Ну, не то, что перепечатать. Просто перепечатать их не получится. Все-таки как-то хочется их немножко обработать художественно. Это была фиксация путешествия. Каждый день. Как-то пару раз я в Перу пропустила. Я тогда работала в хостеле за жильем. И мне приходилось вставать там в 5 утра, что ли. Я блины пекла для туристов, которые на Мачу-Пикчу отправлялись. Ну и вот. И один раз я даже потеряла один дневник. Это была удивительная история. Могу рассказать, кстати. Расскажи. Если это время позволяет. Ну, про дневник интересно. Конечно. Если он повлиял как-то на твое творчество. Ну, все повлияло. Я не могу сказать, что на творчество человека влияет нечто особенное. Какие-то путешествия или что-то. Нет. Ты можешь пойти в магазин, и на тебя что-то так повлияет, что даже какое-то путешествие в Антарктиду на тебя так не повлияет. Просто ты можешь увидеть какую-то картинку, какую-то сцену, что-то, какую-то мелочь, какой-то предмет, который натолкнет вдруг тебя неожиданно на совершенно удивительное какое-то такое прозрение, какую-то интересную мысль. Понятно, что в путешествии этого в разы больше, но не обязательно ехать в путешествие, чтобы получить какое-то вдохновение и какой-то такой толчок. А про дневник просто была интересная история. Это заставило меня в очередной раз поверить в чудеса. Так получилось, что один из моих дневников, синяя тетрадь, он так назывался, я их назвала по цвету обложек. Я его забыла в Абу-Даби, когда мы летели в Индию. Я забыла в аэропорту, я не помню, что я там делала. В общем, я его положила на пол, рядом с таким большим, с большой фотографией панорамной Абу-Даби. И тут пригласили нас, значит, в самолёт. И мы побежали, а тетрадь осталась там лежать. Ну, шанс и вероятность вернуться за тетрадью в таком путешествии, она равна, я не знаю. Не равна. Да, она равна нулю. Это почти абсолютно точно. И, значит, я не помнила, что я оставила тетрадь. Но когда мы прилетели в Джейпур, вот, нас отказались выпускать в город. Почему? Потому что мы получили электронную визу, находясь в Южной Америке, летели в Индию, а виза была сделана в Дели. То есть, значит, пограничники, они нам объяснили, у нас, говорят, нет транзитного коридора, вы сейчас пересаживаетесь на другой самолёт, мы всё это понимаем, но вы не можете пройти, потому что технически вы должны выйти в Индию, пересесть на самолёт и как бы опять пересечь границу Индии, но это вы будете делать без визы, и мы вас поэтому пустить не можем. Мы говорим, а что же нам делать? И с нами нам повезло, был некто Яни Меллос, это такой Индиана Джонс, американец, он летел на свадьбу, и у него, он тоже так же ошибся, он сделал электронную визу в Дели, а он летел на свадьбу в Джейпур. И, соответственно, нас с этим Яни, значит, он начал возмущаться, у него там итальянская кровь наполовину, наполовину греческая, он прям как взрыв один большой. И нам сказали так, вы хотите, чтобы мы сейчас полицию вызвали, и вас всех троих, значит, в полицейский участок посадили? Мы говорим, да нет, не хотим. Но поскольку мы возмущались, они не знали, что с нами делать, индийские пограничники, они решили так, они отправляют нас той же компанией, Emirates, обратно в Абу-Даби, пересаживают на самолет, это все за счет компании, потому что это косяк компании, они продали некорректно нам билеты, и отправляют нас в Дели, оттуда. И когда мы летели уже обратно в Абу-Даби, я говорю, да ну, а где мой дневник? Это был такой текущий дневник, то есть я в нем писала. Он говорит, не знаю, там посмотрите. А он у меня всегда прям так близко, и значит, не могу найти. И тут я понимаю, что я оставила его в Абу-Даби. И я говорю, представляешь, я оставила его в Абу-Даби, в аэропорту. И когда это услышал Яни Мелос, он такой говорит, так это из-за тебя нас не пустили в Индзи. В общем, мы прилетели. Я побежала в этот зал, другой совершенно. Ну, мы прилетели, там зал прилета, зал вылета. Вот, я прибежала, и мне отдали мой дневник. Его кто-то положил на стойку, регистрации, и значит, мне его отдали. И вот такое чудо случилось. Да, удивительно. То есть как это могло произойти вообще? Непонятно. Каждый дневник для меня, вот он на вес золота. И там было про перу, то есть в этом дневнике. А это не тот самый итальянец, который разглядел в тебе иллюстратора? Нет. Другой был итальянец? Другой. Да, я просто... Вот интересная это тоже история. Ты же... Ты вот в первую очередь иллюстратор или писатель? Наверное, иллюстратор, я думаю. Всё-таки иллюстратор. И, значит, сначала ты пришла к иллюстрациям, и, насколько я знаю, тоже вот в этом путешествии, да, ты познакомилась с итальянцем? Да. Который... Да. Как-то тебе указал на этот путь, что ли, или что произошло? Не то, что он во мне разглядел иллюстратора, он показал мне, как зарабатывать деньги онлайн. Это был 15-й год, то есть фрилансеров было ещё очень немного, почти, можно сказать, мало, но это были в основном программисты, и Паула как раз занимался именно тем, что он делал сайты. И когда мы познакомились, он увидел, что я периодически что-то рисую, и он, значит, мне говорит, а что ты не продаёшь свои работы? Я говорю, Паула, а как я их продам? Кому? Я пробовала в Марокко продавать свои картины владельцам отелей, или, ну, там, расписать стену, например, за жильё или что-то в этом духе, но это всегда, как бы, очень сложно, если тебя мало кто знает. Ну да. Вот. И Паула тогда мне сказал, вот есть сайт, он называется Fiverr, как бы пятачок, ну, если так перевести. Ты сделай там аккаунт, размещай свои работы. Вот. И их люди будут смотреть, и если им понравится, они будут заказывать тебе какие-то заказы, ты будешь их фотографировать. У меня не было сканера, конечно же. У меня был только фотоаппарат. Фотоаппарат фотографировать эти рисунки, им отправлять, ну, в фотошопе обрабатывать, им отправлять, и они будут тебе платить деньги. Я говорю, о, прикольно. И вот, да. Попробовала, да? Да, да. Да, я попробовала. Да, получилось, но это были, конечно, очень небольшие деньги, как такие совсем маленькие, можно сказать, в начале. Но сейчас я работаю фактически только онлайн, уже очень давно. Я редко напрямую работаю с людьми в одном каком-то месте, пространстве. Я знаю, что ты из этого путешествия привезла свою первую сказку про синий вертолетик. Ну, тут не совсем так. Сказка была написана до путешествия как раз-таки. Я ее писала в маршрутке, в Мурманске, когда ездила расписывать одно кафе. Ну, когда еще работала архитектором. И я ее написала и подумала, ну, все, вот эта сказка моя первая, я ее проиллюстрирую. Когда-нибудь. Ну, в общем, я поняла, что примерно никогда я ее не проиллюстрирую, если не закончу, да, работать архитектором. И вот когда я приехала из путешествия, первое, что я сделала, я взяла своего вертолетика и проиллюстрировала. Потом написала вторую книжку про вертолетик и проиллюстрировала. Потом написала третью и проиллюстрировала. И сейчас она в Энигме готовится к изданию. А, по-моему, ты ее тогда за свой счет выпустила. Да, да, у меня был благотворительный тираж. Первая книжка вышла количеством 100 экземпляров. Причем, чтобы сделать этот тираж, я работала просто на человека, у которого была типография. То есть я делала для него картинки, а он мне напечатал 100 экземпляров. Вторую книжку мы с ним также сделали. А третья книжка случилась очень удивительная. Я пошла к одному нашему депутату мурманскому, который, как у него была такая идея, что он свою зарплату депутатскую каждый месяц пускал на какой-то интересный проект. Ну, хорошее начинание. Я подумала, а схожу я к нему, расскажу про книжку. Ее все уже знали, ну, многие, библиотеки, очень любили дети. И я пришла, рассказала ему, что да как, что вот есть книжка про маленький синий вертолет. Сейчас вот у меня готова третья часть, и тексты, иллюстрации. И мне нужны деньги, чтобы издать. Он мне говорит, а сколько денег нужно? Ну, я, значит, в типографию, сколько нужно денег? Ну, в издательство местное, наше мурманское издательство, Белый кит было. Сейчас уже нет его, к сожалению. Вот. Они говорят, 100 тысяч, ну, редакторская работа, значит, и тысяча экземпляров в книжке. А ты ему говоришь, 500 тысяч мне нужно. Нет, я ему говорю, 100 тысяч. Он мне дает 100 тысяч, я их кладу в конвертик и отношу в издательство. Вот. И так получилось. И получилась эта книжка, третья, и все три были изданы благотворительно. То есть, ну, я не продала ни одной книги. Я их все дарила. То есть, их всего 1200 в Мурманской области. Все равно вдохновляет идея, вот как ты взяла, решилась, да, после путешествия полностью, как будто бы, перевернулась твоя жизнь, да? Ну, мне не хотелось на 180 градусов. Возвращаться к тому же образу, наверное, жизни. Нет, образ жизни был прекрасен. Мне хотелось все-таки заняться любимым делом. Вот. И потом, после путешествия, у меня немножко взглядов все-таки поменялись. Я жила в достаточно стесненных условиях путешествия. То есть, мы жили часто в палатках, мы путешествовали автостопом. Конечно, иногда мы попадали в какие-то суперкрутые отели или оказывались в гостях у людей очень интересных. Как, например, одна бабушка из Рио-де-Жанейро, которая внучка иммигранта из России. Она говорит еще вот на том языке, на котором говорили в 19 веке, и он отличается от русского нашего языка совсем другой. Но она редко на нем говорит. И вот она была бывшим музеем, директором музея искусств в Сау-Пауло. И мы к ней, когда попали в гости, у нее все завешано картинами, у нее такой дом. Она коллекционер, она сама художник. И потрясающе просто... То есть, мы видели очень много всего. Но, тем не менее, привыкли довольствоваться совсем малым. То есть, мне там было нормально на камне порезать хлеб, и я при этом чувствовалась абсолютно счастливой. И тут я поняла такой момент, что когда я дизайнер, я, собственно, продаю какие-то вещи и говорю о том, что они будут делать вас счастливыми. Но вот меня, кухня, например, счастливой сделать не может. Может, какого-то человека и может, но меня нет. А врать я как-то не очень хочу. И не умею, у меня неубедительно получается. Поэтому я решила, что лучше я чем-то другим займусь. У тебя, кстати, интересные там такие перевертыши в сказках, да? Не человек ищет дом, а дом ищет человека, например, да? Ну да, по-разному. По-разному. Очень... Или там вертолет, тот же синий вертолет, который хочет собирать грибы. Ты как-то их очеловечиваешь. Да. Да? А скажи, ты всегда иллюстрируешь свои сказки или бывают исключения, и ты привлекаешь других иллюстраторов? Для своих сказок никогда. Ну, просто лучше меня никто не знает, как выглядит мой персонаж. просто обычно мои книжки, очень редко я пишу большие тексты, и обычно мои книжки это книжки-картинки, и там картинка также важна, как и текст. Понимаю. Да, поэтому... Хотя я знаю одно исключение. Это вот дети. Да? Проект с детьми и дети, получается, стали иллюстраторами твоих книг. Да, да, абсолютно это исключение. Да, кстати, действительно. О котором я только узнала, кстати. Да. Вот. А бывает такое, что ты иллюстрируешь чужие? Постоянно, как говорят, да. Ну, конечно, работа иллюстратора, она достаточно, скажем так, ну, наверное, не совсем стабильна, как любое искусство, оно такое... Очень сложно его оценить, скажем так. И многие иллюстраторы, конечно, зарабатывают на жизнь тем, что иллюстрируют произведения других людей. Вот. И, собственно, этим, конечно же, занимаюсь и я. Начала я с того, что я иллюстрировала учебники по математике в том числе. Да. То есть, это такая самая супер, скажем так, скучная, не побоюсь этого слова, работа. Нарисуйте там 10 яблок, и корзину и так далее. Тоже можно найти, да? Да, конечно. В любой какой-то, даже самой скучной работе есть своя изюминка. И можно ее найти и сделать ее не такой скучной. Но, да, иллюстрируют чужие книжки совершенно разные. Сейчас мне больше везет. Последняя книжка, которую я иллюстрировала, это была книга Радио Погодина, если знаешь такого. Вот. Я иллюстрировала иллюстрировала его книжку. Маков цвет и где-то, где-то, где-то. Вот, две истории в одной. Тебе нравится в чужие истории погружаться тебе удается легко или не очень? Ну, у меня нет выбора. Скажем так, мне приходится в них погружаться легко, вот, потому что есть всегда определенные сроки для выполнения работы. Но, конечно же, безусловно, есть книжки, которые меня не цепляют, когда я их делаю. А приходится? Да, и бывает, к сожалению, что я вынуждена это делать, и тогда я пытаюсь что-то интересное в этой книжке для себя найти. Как правило, я придумываю персонажа, которого в книжке нет, и просто его пририсовываю. И обычно автору это очень нравится, потому что вот как-то я делала про Ригамару историю, ну, она сама по себе история очень прикольная, но я решила как-то ее обыграть. Там такая Ригамару Нэнси, такой человек с разноцветной кожей, с босыми ногами, в общем, все танцуют Ригамару, она не умеет. И вот у нее Белка, друг, я придумала ей друга Белку с таким магнитофоном, бумбоксом на плече. Да, и она постоянно с этой Белкой везде ходила, и автор, он австралиец, он когда увидел эту Белку, такой, о, круто, давай, типа, класс. Кстати, это тема, это как вот сюжет, образующая деталь в фильмах, на которую ты обращаешь внимание, и тебе больше запоминает картинка. может быть. Да, как вот фильм «Начало», Нолана, там вот этот волчок, да, тут у тебя Белка с магнитофоном. Да, в домике, например, в истории про домик, там будка есть. В тексте ничего не сказано про эту будку. И даже там, где она спасает домик, когда он падает с горы, написано, что домик чудом удержался на краю обрыва. А на самом деле его будка спасла. То есть, ну как бы, да, есть такие персонажи, которых можно допридумать, и тогда тебе будет уже поинтереснее рисовать. Мне кажется, вот это тебя и отличает как иллюстратора, да, как человек, который способен драматизировать дополнительную историю. Это с хорошим качеством. А еще то, что ты сама иллюстрируешь свои книги, как я поняла, да, приносит больше дохода, да, и ты рассказывала, что меньше мороки у издателей, да? Ну, безусловно. Не надо кого-то еще искать, Да, безусловно. Но иногда выгоднее иллюстрировать книги других писателей. Да? Конечно. А, ну... Просто, когда покупают мою книгу, то платят за всю книгу сразу. А когда платят мне за работу иллюстратором, то платят только за картинки. Иногда это получается больше, чем когда платят мне и за текст, и за картинки. Все зависит от издательств. Да, да. Как правило, издательство выбирает тексты, которые им интересны. А как там механизм устроен? Получается, у тебя покупают авторские права, да, и они имеют право какое-то количество напечатать? Да, на определенное количество лет заключается договор, на 3, на 5 лет. Вот. И определенное количество экземпляров, тираж обговаривается тоже в договоре. Например, 15 тысяч или 3. Ну, кто как. Какое издательство как видит себе продвижение книги? Я, кстати, знаю случай, когда ты отказалась от гонорара, потому что они лицевую сторону книжки напечатали не так, не той стороной. Да, это Юньчень, сказка про Юньчень и Снеговика. Моя задумка была в том, чтобы книга была полностью вертикальной. То есть, как восточная такая книжка. У тебя есть здесь эта книжка? Да, конечно, я думаю, что можно будет ее сейчас показать. Это та самая книжка, да, где ты отказалась от гонорара, потому что что в этой книжке не так? Что с ней не так? Все так. Ну, на самом деле, это интересная история такая. Книжка, как вы видите, она такая вот флипбук. То есть, это перевернутая книга. Это называется флипбук. Это очень распространено в Европе. Вот такой способ издания книг. Это такая восточная сказка, поэтому я решила ее рисовать именно вот таким образом, вертикально. Вот. Но произошла такая история с моим издателем, что он сказал, что если у книжки обложка будет вот так расположена, то есть, не вот так, как обычно, а вот так, то есть, тогда ее нужно будет как-то вот так ставить в магазинах. В общем, он как-то сказал, что это будет какая-то большая-большая проблема при реализации книги. Он меня пытался убедить там какие-то, значит, выходы искал, и в конце концов он нашел выход, который он посчитал самым, значит, классным. Он говорит, давай мы сделаем обложку вот так, ну, то есть, как у обычной книжки, а внутри она останется вот такой. Я говорю, ну, это, извините, какой-то бред. Ну, так вот. И он говорит, ну, хорошо. И мы так устали оба с ним по этому поводу как бы бодаться, а я еще человек очень неконфликтный, меня там просто ситуация измучила, вообще, я уже просто, сбивайте меня палками. Значит, и он говорит, ну, ладно, ну, вот давайте, у вас же есть гонорар определенный, если хотите, я напечатаю вам 300 экземпляров, это будет ваш гонорар, я напечатаю 300 экземпляров вам так, как вы хотите, с вертикальной обложкой, но гонорар вы как бы не получите, то есть, вы получите это 300 книг и реализовываете их, если вы считаете, что это действительно правильно, вот так издать эту книгу. Ну, хорошо, что договорились, компромиссно. Ну, конечно, я согласилась, я сказала, окей, присылайте мне 300 книг, моих 300 книг уже давно нет в помине, этот тираж, он заканчивается, все, он уже закончен, я думаю, вот этой зимой он закончился, да, то есть, это последние книжки. Дальше будет так, как ты. Нет, а дальше он опять издаст, так же, ну, да, ну, как бы, наверное, может мне опять напечатать 300 штук, перевернутых книжек, вот, да, такая история была. Да, ну, сильно, когда, ну, то есть, все-таки тебе же важно, чтобы тебя напечатали, то есть, это так, надо иметь смелость, да, говорить, настаивать на своем. Я очень мало на чем на своем настаиваю, вообще почти ни на чем, во всем прочем, наверное, я все-таки человек очень мягкотелый и не умеющий защищать свою пространство какой-то, но, что касается моих героев книжных, ты их защищаешь. Их я защитить могу. Скажи, а ты уже сейчас, получается, уже лауреат нескольких премий в литературе, да, в детском, в детской книге и иллюстрации. Ну, скорее дипломант, дипломант, да, есть такое понятие, непонятное мне, дипломант образа книги, вот, я попадала в лонглист, значит, конкурса новая детская книга, НДК, так называемый конкурс, и также мои книжки, вот тот же Ай-Ай, про которого я только что рассказала, о Шуне, они попадали в 100 лучших книг для детей, подростков в России, и вот сейчас туда же отправится домик, который искал хозяина. Это сложно вот на эти конкурсы попасть? Ну, вот 100 детских, 100 лучших детских книг выбирают, это не конкурс, то есть это выбирает, ну, жюри, это выбирают люди, как бы, независимые эксперты, которые считают, что вот это, вот это, вот это, да. Это издатели занимаются? Нет, это не издатели, это союз библиотекарей, а, издатели, конечно, издатели, они посылают эти книги, да, чтобы их могли посмотреть, конечно, конечно, ну, кто-то всегда этим занимается. Как ты относишься к себе, как к лауреату, как ты относишься к себе? К себе отношусь плохо? Как к лауреату? А к себе относишься плохо? Ну, так, очень критично. А к себе, как к лауреату, так же очень критично, я, ну, считаю, что, в общем-то, конечной цели у меня, наверное, нету. В общем-то, то, что я делаю, это и есть моя цель. И, конечно, я не считаю, что я достигла каких-то высот. Нет, у меня всё впереди. А ты воплотила свою мечту, как ты считаешь? Нет. Ещё нет. Ну, когда меня спрашивают, как вы считаете, вы написали уже свою лучшую книгу? Я говорю, надеюсь, что нет. А ты знаешь, как это твоя мечта? Ну, да, хороший вопрос. Ну, иллюстратором я, конечно, стала, но я не думаю, что это моя мечта. Может быть, есть ещё какая-то, да? Она есть. Но она очень такая интимная. Да. Да, спасибо, Катя, тебе за этот замечательный вечер, за погружение в твоё творчество. Хочется погрузиться ещё глубже. Так что завершим сейчас интервью. спасибо зрителям, которые нас посмотрели, послушали. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин